Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете, как представить бояться близких отношений и вступить в них? Мне 32 года. Вы говорите далее о том, что есть примеры детства, болезненных отношений между мужчиной и женщиной, родителями были сложные отношения. После того, как исполнилось вам 14 лет, они стали теплыми, добрыми и настоящими. Здесь, на самом деле, интересно вот что. Ввиду чего? То есть, ну вот, вам бы узнать этот момент, если вы этого не сделали еще. Ввиду чего? Ввиду чего? Обношения ваших родителей изменились. Вот. Потому что, то, что они изменились на ровном месте, да, вот, ну, как-то вот, ни с того, ни с сего, да, я в это, честно говоря, не верю. А, значит, там что-то произошло, вот, и очень важно понимать, ну, в курсе ли вы этого. этого. Вот. Знаете ли вы, что конкретно произошло между вашими родителями, и что послужило предпосылкой и причиной для того, чтобы они, вот, твои отношения выстроили, ну, скажем так, хорошо, да? В следующий момент вы пишете о том, что боитесь, значит, раствориться в человеке, вот, вы пишете, что боитесь его потерять, вот, и, в общем-то, это то, что вы описываете, на мой взгляд, связано с тем, что как будто бы вам, вот, знаете как, а, ну, не особо. Интересно, ваша собственно жизнь как будто бы я могу, конечно, с целым ошибаться, вот, но выглядит пока все именно таким образом. то есть, выглядит все так, что вам неинтересна ваша жизнь. Если бы вам ваша жизнь была бы интересна, вот, то, на мой взгляд, вы бы совершенно не боялись бы раствориться в другом человеке. Это первый момент, второй момент заключается в том, что, вот, вы говорите про страдания, страдания свои, про страдания, вот, своих детей. На мой взгляд, здесь больше речь идет про агрессию вашу подавленную. вот, ну, как, как мне это видится и кажется. И, вероятно, у вас есть обиды на родителей, да, вероятно, у вас есть обиды на своих, вот, мужчин, своих парней. Вы, ну, вот, вы обижаетесь как-то на них, вот. Но, не выражаете. Это вы подавляете в себе. Вот. Также, я думаю, что, в какой-то степени, раз, вот, так сильно получается, вас беспокоят или беспокоят, или беспокоят, ваши родители, вот, то, я думаю, что вы к ним привязаны, вот. и, возможно, возможно, только возможно, до сих пор от них не сепарировались. Вот. Есть ощущение, что вы к ним можете быть привязаны до сих пор, вот, и довольно сильно можете быть к ним привязаны. в том, что страх сближения, да, он, с одной стороны, от того, что человек не может защищать свои личные границы, вот, то есть, растворение, да, когда человек боится раствориться в другом, ну, вот это, конечно, про личные границы, неуверенность в себе, да, и про, вот, то, что своих собственных целей в жизни у человека не то, чтобы очень и очень много, вот. Но, с другой стороны, то, что вы говорите про страдания, то, что вы говорите про то, что боитесь, что ваши дети будут страдать и так далее, конечно, это во многом указывает на, так скажем, страх перед каким-то вредом, да, причинением причинения вреда, вот, вы боитесь причинения вреда, и, ну, боитесь, что вам сделать больно. Я думаю, что от того, что в какой-то степени вам самой хотелось бы, а, хотелось бы, а, по-видимому, да, а, ну, вот, причинить боль, вот, вам самой, вам самой хотелось бы, вот, по-видимому, а, а, как-то себя проявить и, по-видимому, хотелось бы вам как-то агрессивно, может быть, отреагировать на какие-то моменты, только вы себе этого не позволяете, судя по тому, что мы можем быть, поэтому отсюда вот тоже многие вещи берутся, поэтому со страхом действительно, как сказал мой коллега, бороться не надо со страхом, нужно его исследовать, нужно посмотреть, с чем он связан, да, и вот какие у вас там еще чувства, эмоции, переживания. Лично я думаю еще, что вам имеет смысл разобраться в своей жизни, вот, в каком направлении вы идете, потому что сейчас есть у меня такое подозрение, что вы слишком ориентированы на смысл. Вот, есть у меня такое чувство, что через чур сильно вы думаете о семье и через чур много на это обращает внимание. Вот, как бы вы не сводили бы свою собственную ценность, вот, только к семье, опять же. Вот, если это так, то на мой взгляд, то есть ваши страхи по поводу того, что вы можете раствориться в человеке и расставание с ним может причинить вам боль, которые имеют вполне себе основания и вполне себе адекватные основания, скажем так. Вот. Дальше. На мой взгляд, и мне так, в принципе, показалось, что вас довольно легко обесценят. То есть вот если вы говорите, да, о том, что откроют человек, он окажется не тем, кто есть на самом деле, вот. А вот вы себя обесцениваете. То есть конфликт родителей как-то повлиял на то, что вы себя начали обесценивать. Вот. Потому что вы боитесь открыть. И этому нужно уделить отдельное внимание, то есть чего вы боитесь, что вы себя обесцениваете и как. Вот. И вот вы пишите, что буду настолько нуждаться в нем, что расставание очень полезно будет. А вот что такого вас, что вы в нем нуждаетесь? Чего такого вам не попадает? В чем вы нуждаетесь через него, через человека? Вот. Давайте вот этот момент разберем. Если же я отвечаю на ваш вопрос в общем, да, как себе это перебаривать, то я бы сказал, что необходима психотерапия и проработка тех травм, которые у вас есть. Но, повторюсь, моя гипотеза заключается в том, что вы не сепарировали до сих пор от родителей. Вот. А вот как-то, как-то так. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Поверду вам начать над собой работу. Поверду вам начать над собой работу.